Меня зовут Лариса, я кандидат филологических наук в специальность «Романские языки». И мы начинаем наш урок по ортугальскому языку. Сегодня мы продолжим разбираться с предложениями, цель которых сообщить о местонахождении того или иного объекта в том или ином месте. Ссылочку на предыдущий урок, посвященный глаголу «Aver» в рамках темы «Alocalisaum» я оставляю внизу. А сейчас мы рассмотрим глагол «Istar» в контексте определения места расположения объектов. Смотрите это видео до конца. От вас максимальная концентрация внимания и от меня четкая и понятная подача материала. Глагол «Stare» спрягается по лицам. «Istou», «Istash», «Stare», «Stamos», «Stau». Для указания местонахождения в случае с глаголом «Stare» нам подойдут все эти формы. «Istou in casa» и «Tu stash» на университаде. «Я дома, а ты в университете». «А Марта шта в ресторане», «Марта в ресторане». «Ноуз штаму шаки», «Мы здесь». «Уз двугаду штамную шкриторию», «Адвокаты в кабинете». На русский язык глагол «Stare» переводится «стоит», «лежит», «висит», «есть», «находится». «У квадрю штаму парейды», «картина висит на стене». «У пряту штаму мезо», «тарелка стоит на столе». «А мала штаму шау», «сумка лежит на полу». Также при переводе глагол «Stare» можно и опустить. «Картина на стене», «тарелка на столе», «сумка на полу». В случае с глаголом «Stare» мы фокусируем наше внимание именно на определенном объекте, а не на том месте, где он находится. Это и есть основное отличие глагола «Stare» от «Aver». Глагол «Aver» фокусируется на месте, в котором находится объект. А глагол «Stare» фокусируется именно на объекте, выводя место расположения объекта на второй план. В предложении с глаголом «Stare» существительное, которое обозначает предмет или человека, находящегося в определенном месте, выполняет роль подлежащего и употребляется с определенным артиклем, либо с притяжательным или указательным местоимением. «У ливру штаму мезо» – «книга лежит на столе». «У меу ливру штаму мезо» – «моя книга лежит на столе». «Эш ты ливру штаму мезо» – «эта книга лежит на столе». И еще такой момент. В португальском языке глагол «Stare» нужно применять для указания места расположения объектов, способных менять свое местоположение, а также для указания местонахождения людей. Чтобы сказать, где находится тот или иной город, улица, дом или другие строения, глагол «Istar» употреблять нельзя. И что нам остается сделать, так это привести примеры. Сейчас на португальском. Попробуйте понять самостоятельно. «Оlation о словах» O computador está em cima da secretária. A Teresa está em casa dos pés. A caneta está dentro do estojo. Onde está o teu carro? O gato está debaixo da mesa. A colher está à direita do prato. O garfo está à esquerda do prato. O lençol está em cima da mesa. O teu casaco está ali. Este livro está aqui. Não sei onde estão os teus cosméticos. A vossa comida está no prato. Onde estão os bifes de lombo? A chave está aqui na mesa. Onde estão as tuas camisas? Eu não sei onde está o teu telemóvel. Quem sabe onde está a minha mala? O vestido está aqui no armário. As vossas sandas já estão na mesa. Todos os legumes estão no frigorífico. Toda a minha roupa está nesta mala. Os pastéis de nata estão à esquerda. E as queijadas estão à direita. O copo está dentro da caixa. Os casacos estão no lugar. Por que todas estas coisas não estão no lugar? Hoje estou em casa toda tarde. Os documentos não estão neste escritório. O meu carro está perto. O meu carro está perto. O meu carro está perto. O pandeiro está entre as estantes e o sofá. Lampa между книжным шcafão e divan. Onde está? Растение сбоку от стула. Компьютер на письменном столе. Тереза в доме родителей. Ручка в пенале. Где твоя машина? У гату, что дебащу до меза. Кот под столом. Окулиер, что дирето до прату. Ложка справа от тарелки. У гарфу, что и шкерда до прату. Вилка слева от тарелки. У лынсол, что инсима до кама. Простыня на кровати. У твою казаку, что али. Твоя курточка там. Эште ливру, что аки. Эта книга здесь. Я не знаю, где твоя косметика. Я не знаю, где твоя косметика. Эта книга. Эта книга. Эта книга. Эта книга. Эта книга. Ваше бутерброды уже на столе. Тут жлы гумеш, штам, на фригурифику. Все овощи в холодильнике. То до меня упа шта. Не шта мало. Вся моя одежда в этой сумке. Сливочные пирожные слева, а сырные пирожные справа. Стакан в коробке. Курточки на своем месте. Почему все эти вещи не на своем месте? Сегодня я дома всю вторую половину дня. Документов нет в этом кабинете. И еще такой момент. В португальском разговорном языке вместо штар все-таки чаще употребляется глагол фикар. И если принять во внимание контекст алу кализы сау, то можно сказать, что глаголы фикар и штар в этом плане синонимичны друг другу. Давайте разберем больше упомянутое предложение. Но глагол штар заменим глаголом фикар. О примере, в кам βащевке. O gato fica debaixo da mesa, a colher fica à direita do prato, o garfo fica à esquerda do prato, o lençol fica em cima da cama, o teu casaco fica ali. Este livro fica aqui. Os nossos sanders já ficam na mesa, todos os legumes ficam no frigorífico, toda a minha roupa fica nesta mala, os pastéis de nata ficam à esquerda e as queijadas ficam à direita, o copo fica dentro da caixa, os casacos ficam no lugar. Por que todas estas coisas não ficam no lugar? Hoje fico em casa toda a tarde, os documentos não ficam neste armário. Ну вот и все. Разобрались в случаях употребления глаголов aver и estar в контексте места расположения объектов? Уверена, что да. До встречи на следующем уроке, в котором мы рассмотрим глагол ser и также в рамках alucalisao. И чтобы не пропустить наше занятие, подписывайтесь на канал. От вас обязательно лайк. Люблю, целую и обнимаю. Буду рада вас видеть на моих занятиях. Детали на сайте нашей школы иностранных языков Slang School. Ссылочка внизу. Обригадисимо, pela atenção.